Всем доброго дня! Это продолжение интервью с Владом. Собственно, это второе интервью и первая часть этого второго интервью. Хочу напомнить, что мы можем не соглашаться по каким-то вопросам. Мое мнение, например, может отличаться от мнения Влада. Ваше мнение может отличаться и от его, и от моего мнения. Ребята, это очень хорошо. Хорошо, что мы все разные. Хорошо, что мы не мыслим одинаково. Хорошо, что мы не ходим строем. Итак, приятного вам просмотра. И по окончании видео не забываем ставить лайки, писать комментарии, делиться этим видео, финансово поощрять модератора и монтажера этого канала и хороших вам тренировок. Я просто к чему хотел. Видишь, ну что время идет, а сегодня, тем более вчера у меня я вечером дома так продумал, у меня раз какие-то мысли там возникли. Например, какие темы не затрагивались, да, и о чем было бы, как бы, ну интересно продолжить поговорить. Например, тот же вопрос, касающийся развития, ну как с оружием, но затронуть уже не какие-то конкретные филиппинские там или китайские, да, а в целом, в общем, поговорить, и много пересечений, и вообще в целом. Почему где-то очень, ну насколько, допустим, я там, может быть, даже ты столкнулся, если кто-то еще присоединится, насколько очень сильно разнится технический сам арсенал, да, я много размышлял, пытался найти какие-то источники, вспоминал о том, о чем говорили, когда учили нас, там любое оружие, да, те же, тоже клинковое оружие, даже китайское, да, те же мечи. Почему настолько разница, почему возникла, да, двухручный хват, почему возникла длина другая, да, откуда это пошло, но как вот, например, тот же китайцы, который, я чувствую, в свое время нам это объяснял, да, именно исторический вот этот вот момент, почему рукопашные техники, скажем так, безоружного, от оружейного, да, человека, нюансы, да, в чем нюансы заключаются, да, и почему очень сильное различие от того, что именно есть и сейчас, да, и почему спортивное, оно, ну, вообще, даже спортивное оружие, оно вообще, ну, никаким местом не идет к, ну, нормальному, тем прикладным моментам, которые должны на самом деле быть. Слушай, а когда ты говоришь, когда ты говоришь о спортивном оружии, ты имеешь в виду ушу-тоу, вот эти вот мечи-шелестелки, вот эти вот такие? А вот все, что они делают. Нет, шелестелки, значит, я тоже тогда думал, что это тренировочный вариант, когда мы занимались, но когда есть вариант дао-меча, который гибкий, да, и имеется в виду, что он на той, он имеет, играет роль лезвия. Да, да, да. И есть дао, которые, например, более плотные там, ну, то есть разновидностей же много, да, у них так же, как и дзянь, у них есть дзянь, который наточен, как нож с двух сторон, да, есть односторонний наточка, есть шестигранный, то есть они тоже там, у них очень много различий, я так понимаю, зависимости там, техника особо сильно не отличается, но зависимости от какой мастер тебе делает, да, вот, лично там для тебя. То есть понимаешь, то есть вот это все там, ну, предпочтение, а то начинать, я иногда смотрю какие-то там, вот, начинают какие-то рассуждения, вот. Да там ничего не зависит, у них техника владения, насколько вот я столкнулся, да, если не берем стилевую, работу, да, а техника владения мечевая, она, ну, практически у всех одинаковая, да, за исключением там каких-то нюансов, где-то там вторую руку подставляешь, либо так, либо на рукоятку, либо там двуручный у тебя хват, и зависит от наточенности. На дао, например, в мече, да, у них же какая-то часть не наточена, бывает, что они подхватывают там, если работает вторая рука, да, да, и обязательно то, что в спортивном и у каких-то не увидел, то, что в реально прикладной работе, даже когда мы изучали, вторая рука, она всегда работает. Ну, они там, знаешь, бывает, они рядом подкладывают, ни хрена не рядом, на клинок, всегда на клинок ты должен усиливать действие, да, а они, ну, видно, спортивно, чтобы простить, они почему-то прикладывают на руку очень часто, как бы усилять, да, а за счет этого у тебя, ну, как бы ты кисть не наработал, все равно у тебя вот это движение, да, если попадая, блокируя, у тебя, я вот сколько не пробовал, даже на деревянных, да, если реально нормально пьют, подхватывающий вот такой блок, он, ну, пробивает из себя, а если ты подхватываешь, покладываешь, либо так, либо так на лезвие, то есть все работает. Поэтому очень много вариантов было, чтобы где не заточены вот эти части. И вот насколько разница, да, в технике, приходишь, а учат вот такой технике, подкладывают, подкладывают, я говорю, а зачем руку подкладывать? Типа, ну, так нас учили, я говорю, ну, так, ты пробовал в реальности работать элементарно, ну, маску одень, давай, там, или защита на деревянном, бах, по башке, ой, да. Я говорю, видишь, а потом говорят, техника не работает. Почему не работает? Ну, потому что неправильно, на клинок, всегда на клинок, а если острый? Ну, если острый, значит, либо гарда, либо ты работаешь, если двухручный на двуручный, либо не затачивай. Диане, которые я видел, ну, настоящие, да, то, что вот показывали, у них основа, которая идет от ручки или от гарды, вот какая-то часть, она не заточена. Где-то там, ну, вот какая-то часть, да, спрашивали, а почему? Для того, чтобы прикладывать руку при блоках, ну, при каких-то вариантах. Они либо предплечья там прикладывают, тогда какая-то жесткая работа. Говорят, начинают спорить со мной по поводу, ну, человека разрубить катаной, либо дзянем настоящим, ничего типа не стоит, не надо ничего прокладывать. Да, ребят, но вы забываете о том, что китайцы в древности те же, начнем оттуда, откуда пошло искусство, да, пошло вооруженное искусство вообще, как, ну, мне объясняли все время, пошло от военных, да, ну, потому что императорская армия, походы, завоевания, императорские телохранители, все. Но военные это не просто меч, это меч, щит, да, почему очень много техник, даже безоружных, вторая рука всегда работает, потому что имитация щита. Да, если нет щита, ты все равно работаешь в технику, как будто есть щит, да, потом, ребята, вы не забывайте о том, что латы, да, что одевали защиту сюда, на голову, руки, всегда были защищены какими-то доспехами, да, вы о доспехах не забывайте, иди попробуй разрубить доспех, без прилагания усилий, а чтобы техника не случалась, у них, они на всю применяли эту технику, да, чтобы не учить, а военные, это как и у нас, и везде, тебе за короткий промежуток времени нужно обучить максимально быстро, и поэтому техника работает с мечом, щитом, с мечом без щита, рукопашная какая-то, она вся строилась, все равно однотипная, да, ну, потому что как ты иначе за короткий промежуток времени можешь обучить, то есть вторая рука, она всегда работает, и даже когда вот рассматривались техники полностью безоружного против оружия, короткий ли клинок, длинный клинок, почему я, и даже когда своих там учусь, вторая рука, она всегда работает, а там, ну, могут же порезать, можно же на нее попасть или что-то, ну, это уже вторая сторона, да, медали, но она у тебя работает, ты приучаешь ее работать, потому что, ну, так техника построена, да, почему, потому что щит был, ну, поэтому вот так было, а как иначе по-другому, и то, что вот, да, постепенно начали с тобой и пришли к этому, то, что я говорил, от военных идет, и нам тоже объясняли, что, ну, когда вот учили, мне спрашивали, откуда, чего, почему от военных, ну, потому что были какие-то крестьянские, да, в деревнях, ну, вот нам, когда объясняли, ну, вот какой крестьянин, да, ему работать надо, ему надо пахать с утра до вечера, пока солнце светит, да, чтобы накормить там свою семью, все равно они все были под властью каких-то чиновников, и зачем ему защищаться, если чиновник, который владеет этим округом, или курирует его, он и защищает своих крестьян, и в каждой деревне жили либо часть войска, да, либо какие-то люди, которые, ну, занимались, это военизированная охрана военной, представленная от чиновника, да, либо, который следил за порядком, плюс и все остальное, а мне говорили, крестьян учить, но учили крестьян, но это не настолько было развито, а учили, когда какие-то сторонние набеги были там, или что-то, говорят, вот пришли там деревню на деревню, но ты знаешь, насколько вот нам в свое время объясняли, да, вы не строите свою технику из кино, из качества китайских фильмов, там много чего напридумано, да, но вот пришли в деревню, какое ему владение мечом, он максимум свою кирку возьмет и побежит, понимаешь, и все, что может киркой там намахает, нет, получит по башке и умрет, но пошли, то есть и были, говорили, пошли какие-то техники, но вот было, откуда, например, шест, да, тот же длинный шест пошел, ну, больше часть, удобно было, да, в длинном шестом, ты хоть как-то мог противостоять вооруженному в латах, либо на коне всаднику, да, вооруженному, военному, и копия, очень сильно разные, чтобы мечом профессионально кто-то владел там в деревне, но, говорит, это, ну, не знаю, это какой-то отставной военный, который там своих детей учил, да, там, либо семью, а так, говорит, ну, работать им надо, а не воевать, воевать, говорит, есть кому, поэтому, когда начинают, вот, деревенская техника, что-то оттуда, это тоже, знаешь, все достаточно требует, ну, напеть можно там все, что угодно, да, но вот реально все, если вот касаться вообще оружейных каких-то дел, все реально идет от военных, и вот оно и получило развитие дальнейшее, я не знаю, как спорт, скорее всего, урезали все, что-то такое, оставили показной, потому что спортивное, насколько я спрашивал, и какие-то даже школы, да, то есть не рассматриваются, ну, понятно, что мы не всегда имеем возможность одеть какую-то защиту и фехтовать там друг другом, да, как кенды или что-то, но даже дело, пусть не фехтование, но какие-то дуэляни, да, какие-то именно прикладные техники не всегда рассматриваются в школах, вот я сколько смотрел, да, изучают меч, вот они тау учат и все, объясняют, это защита от ноги, это защита от этого, чтобы ты встал в парах и работал конкретно в какую-то защиту, даже элементарно, как работают там, ну, айки-доки, да, допустим, когда думаешь, что те же кенды или там что-то, ну, что я видел, да, во многих я с этим не столкнулся, сейчас почему такого нет, то есть очень странно, да, я вот с этим столкнулся, думаю, вот мы когда занимались, да, у нас все равно, ну, были какие-то тау, да, ничем не длинные, как сейчас, зарядят там на два часа, вообще не понимаешь, что происходит, были тау какие-то, как мы их называли, дорожки, да, дорожки для отработки каких-то там связок, да, для того, чтобы у тебя просто легла связка в тело, а потом ты встаешь, и эту связку работаешь с партнером, который на реальной скорости тебя бакеном лупит, да, и ты бах-бах, получил, ой, блин, значит, не работает, значит, ты, ну, то есть вот так, да, и какие-то вот такие, а сейчас спрашиваю, дуэля не есть у вас с оружием, там, с мечами, там, с шестами, я не знаю, там, с чем, нет, ничего, блин, а как вы отрабатывать, как ты в тау можешь сделать правильно технику, если ты не знаешь, как она работает, ну, на самом деле, то есть вот большая, ну, не проблема, а то, что увидел, да, недостающая, то есть любое тау должно разбираться, да, то есть каждый шаг, каждый губ к тау, это действие, и оно должно разбираться и отрабатываться отдельно каждое, да, а потом, складывая его в эту, ты, ну, как, как нам объясняли в свое время, что тау, это типа, ну, имитация боя, да, что вот бой с тенью тау, это вот равносильно, то, что боксеры работают, бой с тенью, это вот равносильно применимо к этому, это не какие-то танцы, если мы рассматриваем это, да, это, может быть, сейчас превратилось в танцы, или там во что-то, если мы берем тау, как отработанную технику, ты выучил тау, ты отработал каждый шаг, отработал каждый шаг с партнером, ты знаешь, каждый шаг применения его для чего, что, как, да, все это отработано на прикладухе с партнером, и тогда качество твоего тау имеет смысл, да, но они так же, ты оттанцевал, а потом спрашиваешь, а что ты сделал, что вот это за движение, ой, я не знаю, в форме есть это движение, а что за движение, да, почему вокруг головы объем, почему сюда сделал, что прикрыл ты при этом, да, а у тебя болтается, он прикрывает, а ногу на самом деле не прикрывает, ставит, понимаешь, то есть как неотработанное движение, а потом лупишь, а он получает по ноге, вот твой блок от ноги, там, я не знаю, там, от головы, там, вход, да, как ты, если ты не отработал, то есть вот раз такие моменты, Бомас, я сейчас хочу, кстати, ну, в ближайшее время сделаю там виды, касающиеся ножей, да, видео в том, в чем, ну, где я увидел именно нюансы пробелы, да, где очень часто технику путают с приемом, да, и выдают это как за прием, и почему не работает, я хочу прямо вот по кусочкам отснять, да, показать, вот, это техника, а это работа в технике, и в чем отличие, чтобы было понятно, и в чем бывает в частности проблема, да, что человек выдернул контекст видео где-то, да, увидел и начинает это учить или отрабатывать, и не понимая, что это лишь наработка, что это лишь маленький шаг, да, к большой всей технике, а выдают за технику, а потом удивляются, почему не работает, или пришел на семинар на один день, увидел, инструктор показал, половину перевода языка никто не понял, да, переводчики тоже бывают разные, выхватил, пришел и дает, и не понимает, а это всего лишь маленькая часть техники, да, то есть это отработка какого-то момента, а туда потом накладывается это, это, и это, и вот она полноценно, а все выдают, я тоже сталкивался на тренировке, там, приходишь ли куда-то, он дает, говоришь, ну слушай, а где тут ноги, а где корпус, а где вот это, а что, я не знаю, нам так показывают, ну то есть, вот эти нюансы показать, да, и почему, когда очень много, ой, вот так ты делаешь ножом, так не работает, так я покажу, что работает, да, покажу, потому что это не контекст техники, а для чего нужно, почему каждый шаг отрабатывается, да, и все, я даже в силате, когда столкнулся, в силате уже у них как таковых форм нет, да, а когда столкнулся, они делают какие-то дорожки, и как это, у них как-то это называется, там, ну по-своему, да, а потом смотришь дорожка, а потом, где чего дорожка, он сел эту дорожку, и каждый шаг точно так же отработал в прикладухе, да, то есть, тот реально бьет, начинает с маленькой скорости, плавно, и бам-бам-бам-бам, отрабатывает, тот же Винчунь, я больше чем уверен, да, если вот мы реально говорим о том Винчуне, о котором мы говорим, там все то же самое, все ши-сао, бансао, и все вот эти штуки, да, начинаются на маленькой скорости, начинаются в контакте, а потом ты отработал в контакте, нормально у тебя получается, ты уходишь с контакта, да, начинаешь работать уже на вхождение в контакт, да, и потом это все, скорость плавно, потом быстрее, 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 и вот оно так, а у нас пришли на перерывку, кто-то показывает, бансао, и все думают, что оно так и работает, понимаешь, ну, надо подойти, коснуться руками, и потом работать, никто, если не думаешь, что никто не даст такого касания, ты должен войти, да, в коридор, чтобы создать этот контакт и потом выполнить технику, а вот опять, да, нюанс, то есть нюанс в чем? Потому что бансао – это маленькая часть упражнения, которое потом развивается в технику, также и туй-шоу, да, что встали, руки соедини, начинают вращение, для того, чтобы почувствовать, повращал там, да, все, некоторые на этом и останавливаются, почему-то, да, начинают ходить друг друга, выталкивать, и все, а глубочайший смысл, ну, то есть дальнейший, опять получается нюанс, то есть ты вот здесь достиг чего-то, понимания контакта, да, ты потом уходишь на расстояние и пытаешься делать вход, ты должен войти, либо провалить его технику, провалить до такого состояния, чтобы создать контакт и чтобы потом выполнить технический прием, ну, на который там в данный момент ты там у тебя получился, либо у тебя что-то, ну, больше всего подошла как по технику, что наработано, то и сработало, а у нас там крутит, и чего крутит иногда, для чего ты делаешь, ну, да, корпус ты поставил, да, ты правильное понимание коридора там выставил, да, ты все сделал, опять, да, получается, опять маленькое упражнение, очень большое, маленькая техника, упражнение, очень большой, а вот эти вот моменты где, то ли, ну, я понимаю, что многие, может быть, изначально сразу те же китайцы, да, или кто-то сразу специально об этом не говорят, но нужно разбиваться, нужно больше учеников, нужно больше времени заниматься, больше финансово все это потреблять, а может быть, и технически так правильно, да, ты освой вот этот арсенал, иди дальше, а у нас цепанули откуда-то непонятно, этот момент и идут, и начинают, вот они вот эти вот ходить, толкают друг друга туда-сюда, а потом приходит нормальный реальный ударник, любой боксер, там, я не знаю, кто-то одевает печатки, бьет, получает пятак, и потом орут, а, тайцзи вообще херня, ничего, это стиль ложевый, это физкультура, это оздоровление, ничего не работает, да, нет ли, ребята, вы, наверное, начнете встречать нормальных тайцзишников, да, ну, кто реально занимается, и кто использует это как прикладуха, и работает на полной скорости, и работает, ну, как правильно, да, не знаю, то ли специально не дают, то ли какие-то, может быть, недодел, недоговоры какие-то присутствуют, и так, ну, я просто привел на примере тайцзи, да, и того же там, венчуни, я не знаю, но множество таких и других таких же есть моментов, где изучать богомола, да, как мы с тобой уже ранее говорили, да, а почему стилевую работу вы не рассматриваете, я не думаю, что ее нет, да, может быть, на начале этапа это на уровне выглядит какого-то бокса, да, для того, чтобы вообще понимал, да, как оно там, как движок работает, но потом-то должна быть стилевая ручка, ну, стилевые блоки, стилевые атаки, в принципе стиля не изучаются, да, какие-то, в основе же всегда есть какие-то принципы, да, если стиль, то вот так и работает. В смысле, ты имеешь в виду, что за, например, за Тануан Пай выдают что-то другое, вот, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что стилевой какой-то работы нет, это не совсем понятно сейчас? То, что говорили, что какая-то вся работа, допустим, делают дорожки, какие-то формы, все, что это где-то там, ну, скажем так, похоже на бокового, на какие-то технические моменты или что-то, да, а потом начинается либо свободная работа, либо отработка каких-то моментов, да, и не присутствуют какие-то технические моменты именно стиля. А, понятно, понятно, то есть сваливаются, собственно, в боксерские такие какие-то... Ну, не в боксерские, ну, что-то там на сандар, я не знаю, на какую-то там рукопашную, похоже, ногами бьют, там, не всегда на кикбозе, но что-то больше, что какую-то там рукопашку, да, с далеким напоминанием какого-то это, да, а где, блин, ну, ты же сам понимаешь, ты же изучал и знаешь, да, в том же в любом стиле присутствует стилистика блоков, да, стилистика ударов определенными частями, там, в том же богомоле, да, использовали там пальцев, защипов этими же пальцами, да, эти блоки, связанные с кистевыми, да, какими-то моментами, отводов вот этих, да, там же, ну, каких-то там нюансов при блоках, да, там, я вот когда рассматривал, там, нюанс блока показывает, нюанс блока, да, с пальцем, то есть раз, и уход вот в этот блок обыкновенно от прямого удара, банс, банс, а потом начинают разбирать, я говорю, а ты знаешь, почему вот такое движение, зачем пальцы там сломать, а ты знаешь, почему такое движение, почему? Ну, потому что глаза, потому что если ты сделал наклон чуть больше корпуса, я всегда делаю это, неважно попал я, нет, но я, наработка движения, я всегда стремлюсь попасть еще куда-то, в глаза или в лицо, поэтому блок, он вот такой, веерный, да, и он выглядит, почему нельзя просто, ну, можно просто, но вот так я сделал, либо отвлечь внимание, либо ты чуть провалился, глаза, ну, то есть какие-то вот нюансы, но это, например, касаясь богомола, богомольская техника, да, так, почему, да, вот удары там всеми частями какими-то, да, в том же журавле, ну, вот когда рассматривал я, ну, ранее, да, какие-то, я не беру сейчас именно байхе, там, я, когда нам говорили про журавля, мы рассматривали какие-то формы, это не было конкретно привязано к какому-то стилю, да, были, ну, использование, использование ладони, да, и таких ударов, таких, использование вот таких всяких штук было, да, то есть вот, вот сюда, да, это было журавле, использование крюковка, в богомоле тоже они используются, журавле тоже использование этих, да, говорят, ну, ты же, блин, сломаешь, но я же не буду, это использование точек, да, приложения, куда ты можешь, ну, то есть вот это же нюансы стиля, это стилевые нюансы, да, которые там, то есть там ноги определенным образом, тоже, да, подбивки те же самые, там, ну, то есть вот какой-то, одевают и начинается вот это вот, понимаешь, ну, идешь боксерский, но вот как это сваливается все в какую-то рукопашку, почему-то, я не знаю, если, я, может быть, этого раньше бы не видел, да, не видел, что люди реально работали в стилях, а это было возможно, и работали в стиле и против каратистов, и против боксеров, и токвандистов, и кого угодно, выходил человек и работал в стиле, и стиль работал, это было видно, да, сработали блоки, это все было, ну, понятно, он и получал тоже, не так, что он всех выигрывал, да, но факт то, что человек выходил и работал в стиле, и это было видно во всем, да, в структуре, в передвижении, во всем сейчас, а сейчас трын-дрын-дрын, а потом выходит в свободную работу, и все, сваливается в какую-то рукопашку, вот это непонятно, почему, Ну, я не знаю, может быть, оно где-то есть, я не утверждаю 100%. Ну, а как ты считаешь тогда, в чем причина вот таких вещей, почему так происходит? И что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду клубы, которые сейчас в Москве, например, или ты имеешь в виду китайцев уже на сегодняшний день? Вот что именно? Тут нас таким особо не столкнулся. Помнишь, там в комментариях пишут, писали мне, что типа там смешно прийти к традиционщику китайцу и попросить его одеть в перчатки и что-то показать. Почему смешно? Я не понял. Ты пришел изучать боевое искусство или воинское искусство, я не пришел в группу здоровья, да, заниматься цигун или поправить свое здоровье. А сейчас китайцы приходят, тебе сразу спрашивают в школу, ну, любое, что хотите изучать? Как это оздоровительное направление, у тебя вообще не будут ничему учить. Будешь в цигуне с утра до вечера, да, там дышать, медитировать и тайцзи делать на уровне гимнастики, оздоровления и все. Но если ты пришел изучать боевое искусство, почему ты не можешь попросить показать это, да, я считаю, ну, всегда считал, что это нормальная практика. Пришел, я к традиционной, да, традиционной школе. Я хочу, покажите мне, что вы преподаете боевое искусство или воинское, что ваша техника, она прикладная, что она работает. Я считаю, что это вполне нормально, ничего постыдного нет, что, может быть, не осталось как таковым. Ну, понятно, что мастер сам настолько старый, я тоже сейчас старый, да, и многого, может быть, уже технически показать не могу каких-то моментов, да. Но есть какие-то ученики там у них, если эта школа достаточно такого развития, но есть кто-то там, я не говорю, что там все пришли, всех побили, но показать, что элементарная работа, никто не говорит, что он должен быть крутым и положить всех, да, там, а, ну, ты покажи, что какие-то элементы, ну, работает, да, что это на скорости, что-то происходит, что это придерживается каких-то концептов ваших, да, то есть. А все, ну, не знаю, ты знаешь, я много размышлял, почему так, не знаю, может быть, это достаточно проще, ну, потому что, насколько я понимаю, что стиль, он требует достаточно долгого, кропотливой работы, да, а сейчас люди же, ты знаешь, мне много чего изменилось, очень много даже на ножевики, вот я смотрю, куда-то приходят, в основном за какими-то зрелищами, наверное, да, ты пришел, и за короткий промежуток времени ты хочешь уже какое-то зрелище там иметь, да, и гораздо проще опуститься в рукопашку и какие-то элементарные вещи давать, да, чем обучать нюансам стиля, все это кропотливо долго отрабатывать, очень много, ты же знаешь, очень много самостоятельной работы в этом, во всем, да, а у нас люди привыкли, у нас люди приходят на занятия, два часа позанимались, ушли домой, и до свидания, и до следующей тренировки, никто самостоятельно работает, ну, единицы, да, кто будет дома что-то отрабатывать или что-то там делать, над чем-то работать. Ну, сейчас почему-то так. То есть ты считаешь, что, в принципе, если заниматься настоящей стилевой работой, то на это уходит достаточно много времени, да, ты так считаешь? Поэтому, я считаю, больше времени, чем освоить какую-то, ну, скажем так, выслененную, может быть, из стиля, выслененную стиль или что-то, какую-то обыкновенную, ну, рукопашку или что-то такое. А почему, Влад? Ведь, в принципе, в любого боевого направления, если мы говорим о боевом направлении, да, все та же задача, что и у военного, быстрее собрать бойца. Почему тогда получается, что стилевая работа должна быть дольше? Ведь, ну, если так вот подумать просто чисто логически, стилевая работа, ведь это, это не какая-то выдумка, которая должна была прогрузить реальные боевые практики, еще прогрузить допами, которые не нужны, обвешать чем-то, каким-то подражанием, например, и так далее. Ведь идея этого поиска была в основном заключена в том, чтобы взять что-то от природы и именно поэтому быстрее научиться чему-то, и именно поэтому стать эффективнее. Вот разве нет? Что ты думаешь по этому поводу? Ну, объясняли, что есть подражательные стилы, да, и там тау подражание, это один момент, да, что-что. А есть, если брали, почему брали в животных, да, почему? Ну, потому что животные в борьбе за выживаемость, да, за выживание, они очень адаптированы. И не все, но у них брали какие-то моменты, и моменты боевых каких-то этих прикладных тоже, да, когда там оказался против тигра, я не знаю, как вы там, да, и как он себя ведет. Ну, что, это тоже же все исследовалось, наблюдалось и бралось это для этого. Но, видишь, я не знаю, как стиль, наверное, углубленное понимание и вот интегрировать это вот в себя вовнутрь, да, ну, одно дело подражать, а другое дело, как в свое время нам объясняли, да, то есть ты не то, что ты подражаешь, а ты как тотем, да, вот понятие тотемности, помнишь, было, да, такое понимание? То есть ты взращиваешь в себе внутри это, ты не подражанием занимаешься, а ты должен, ну, врастить себя внутри. У нас были даже ребята, которые ходили в зоопарки, там, кто, ну, плотно занимался, да, ходили в зоопарк, наблюдали там за повадками, там, с какими-то еще дополнительно, да, ели какую-то эту пищу, чтобы, ну, как объясняли, да, что энергетику вот эту вот впитать все там, ели какие-то просы там дома, все это пшеницы выжаривали, да, там вот эти вот. Все, ну, вот как объясняли, да, что нужно вот это вот взрастить в себя внутренне, да, чтобы энергия животного в тебе начала как бы перетекаться и там, да, жить и начать, что я должен взрастить в себя. А просто подражание, оно к этому не приводит, да, если как бы, ну, углубленно говорить к этому, а это достаточно долгий процесс, и не только физической техникой достигается, как наверняка, да, есть какие-то, наверное, и какая-то медитативная работа, ну, то есть психофизика, да, которой ты что-то тоже в себя должен, ну, заложить и подготовить какие-то. Хорошо. Значит, ты считаешь, что здесь вот каким-то основным все-таки звеном таким является вот эта вот тотемность такая, да, и что ее надо каким-то образом взращивать. Хорошо, окей. А если мы возьмем неподражательные направления боевые, ну, мы возьмем, там, Бадди, например, Фанзетюань, там, Чодяо, там, и так далее. Совершенно неподражательные, просто чисто технические такие вещи, построены просто на законах физики и больше ни на чем. Вот, как ты считаешь, такие направления, они тоже требуют больше времени, чем, там, не знаю, освоение постбоксерских каких-то практик? Там, как и всегда было, да, от личных качеств каждого человека. Ну, вот ты пришел заниматься, да, есть люди, которые как губки хватают, да, и технический арсенал, и форм. У нас у меня была там вот ученица, там, одна девочка, да, когда мы занимались, девочка настолько, не знаю, научилась там в Академии Приханова, какая-то золотая медалистка, там, и синие такие, да, и меня поражало то, что девочка, я показывал один раз, например, в комплекс, да, какую-то форму, и она один раз смотрела, и она большую часть, там, больше половины могла сразу встать и повторить. Понятно, коряво, что, но движение запоминало, да, я вот по своей психологическому восприятию, я не такой, да, я, например, учу кусками. Но мы так привыкли изначально, да, потому что мы никогда не учили там, а хочется иногда вот чисто для себя. Я учу кусками, я беру кусок, да, разобрал, прикладу, освоил, сделал, пошел дальше, дальше, дальше. А вот есть они вот такие, есть вот кто-то вот такие, и индивидуальность насколько, а есть люди у меня, которые года не учили, и вот каждый раз выходят, и обязательно где-то забывают, понимаешь, хотя в прикладном моменте феноменально работал, то есть большая часть, конечно, все-таки первое, да, на чем зависит от личных качеств человека, насколько он талантлив, насколько он трудолюбив. Вот две основополагающие моменты, да, либо ты талантом берешь, либо ты усердием и трудолюбивым берешь, если у тебя таланта не хватает. А если у тебя и то, и другое, то результат еще быстрее, достаточно. Если есть свои нюансы в освоении, да, но сейчас же все, видишь, настолько, сейчас даже в Бадзи, когда я говорил, да, уже, ну, повторюсь еще для тех, кто может быть снова, в том Бадзи, который когда-то мы учили, да, это был Бадзи еще тот, более ранний, скажем, да, там было всего три формы, то есть там базовая форма, там вся вот взятая, то есть каркас, да, была форма Дуань, да, она парная форма, она начиналась и переходила в парную, да, для понимания, была там Силан Кулан она называлась, это самая длинная форма, которая тоже выстраивала определенную, все, было три формы всего. У них там, ну, остальное все дорожки, да, там, типа, шесть дорожек, там, работая, там, восемь дорожек, работа локтями, шесть дорожек, принципов разрушения заблокирующей защиты входов, да, у них все вот это управлял, все было в основном, и парные упражнения, набивка, и парные входы, Дэн Дэнс, какие-то спарринговые работы, тренировочные спарринговые работы, нацелены на определённость, то есть это было все вот так, и все это, да, и достаточно за короткий промежуток времени ты уже понимал, что это и как, да, потому что оно не имело большинство, оно говорило о том, что ты, имея этот арсенал, шлифуя, отрабатывая его, можешь за короткий промежуток чему-то, ну, действительно нормальным научиться, а приходишь в какие-то школы там, ну, я не знаю, да, и начинается, тау, блин, по две с половиной минуты, ты учишь один год, непонятно там чего, потом начинаешь разбирать тролли-вали, и ушло там сколько-то времени на то время, ну, понятно, что база, она, как ни крути, она, да, как считал там, черный костик, это только база, то есть ты освоил конкретно нормальную базу, а дальше ты уже работаешь на техническом арсенале, на семье, ну, сейчас это все ускорилось какой-то там, да, почему детство они брали, они брали с шести лет, и к восемнадцати, там, третью, грубо говоря, да, ты растекал уже какого-то мастерства база, а дальше ты уже развивайся, как мастер, как что-то, они тоже многие приходили, а что я старый, а это нужно десять лет, чтобы для чего-то там чему-то научиться, да, но факт не в сроке, в котором ты учишься цели, которые ты ставишь, да, а в пути, в котором ты идешь, вот в чем.